Бывают разные ситуации, конечно, в семейной жизни, но вот к какому выводу я пришел. Самое главное, как бы вы ни ссорились, не вздумайте поднять руку на женщину. Вот о чем я думаю. Ну, то есть, нельзя бить женщин. Женщин бьют только полные мудаки. И я не понимаю, откуда берутся такие мужики. Я не понимаю, во-первых, да, ну, женщины, которые, вот если он бьет, ну, точно надо разводиться. Потому что я не понимаю, вот этот херун, типа, он меня пять лет бил. Пять лет, ты вообще намеков не понимаешь, что происходит? Это намек? Что это? Пять лет, джиу-джитсу можно было освоить. Ты чё? Ты в смысле это вот типа... Сука, Леш, хуйня, бой проигран, война не закончена. Чё, блять, я не Тодоренко, у меня хуй чё отберешь. Никаких контрактов рекламных у меня нет. Да не, я не знаю, я к тому, что... Я, честно, я осуждаю мужчин, которые так делают. Только полный мудак может ударить женщину. И каждый мужчина об этом знает. Каждый. Все знают об этом. Потому что мужик – это такое существо. Если он хоть раз в жизни кого-то вырубил, он будет об этом хвастаться всю жизнь, бля. И я ему так въебал. Да мне похуй, будете пирожок брать или нет? Идите, пожалуйста. Перестаньте мне об этом рассказывать. Мужики, они как бы такие. Но вы никогда в жизни не услышите, что мужик хвастался перед другими, типа, «Бля, я вчера зашёл, мне моя, говорит, мусор, выкинь ей, хуюсор, на!» Что-то я тебе рассказываю. Вот Ленка, бля, в очках ходит у меня. Нет. Никогда вообще. Ну, согласитесь? Женщин бьют только полные мудаки. Нельзя бить женщин. Нельзя бить женщин. Но. Хотеть ударить женщину — это нормально. Хотеть. Мы тоже люди, у нас есть эмоции. Но ты должен сдерживаться. Знаете, вот эти, когда… Стоишь, сука. Сука. Давай, давай, давай. Я такой, сука. Ну, биби, ну, биби, ну, биби. Сука. И всегда в стену. Всегда в стену. Мужики всегда бьют в стену. Всегда бьешь в стену — ломаешь руку, блядь. Идешь в трампунь — там врач-мужик даже не спрашивает, что случилось, блядь. Он тебя, все, пойдем на рентген ведет. Че, выбесило, да? Понимай, братан, понимаю. Давай, пойдем, блядь. Спицы поставим тебе заебись. Будешь вязать, блядь, до конца дни стоит. Всегда, блядь, всегда. Надо сдерживаться. Надо. Мужчина должен сдерживаться. Он на то и мужчина. Но сложно. Еще этот закон ублюдский приняли о декриминализации домашнего насилия. Это вообще что такое? Декриминализировали домашнее насилие. Ну, понимаете? Мужчина, если хочет ударить женщину, он должен быть либо ее мужем, либо росгвардейцем. Одно из двух. И ты и так, сука, стоишь. Кое-как сдерживаешься вот так. А тебе еще с экрана телевизора говорят. Встань. Ничего не будет, блядь. Один раз, давай, блядь. Один раз, кстати. Один раз в год. Прикиньте, такие правила. Ну, один раз это административка, второй раз за год это уже уголовка. Я, конечно, не буду бить, но в целом, как инструмент можно сохранить, конечно, это, типа, знаете, весь год. Просто ее держать в тонусе, блядь. Пойду в финал Лиги Чемпионов, посмотрю. Нет. Ладно, ладно. На Новый год интрига бешеная, блядь. Да нет, нет, конечно, никогда не удалежу. Вообще, знаете, надо еще понимать, что закон о декриминализации домашнего насилия работает в обе стороны. Женщина тоже тебя может тащить. А женщины херачат гораздо жестче, честно говоря. Ну, те, кто храпит, знают. Там пиздец тебе, хуйну. Женщины, вообще, мы как-то, я вам расскажу, мы как-то с женой что-то угораем, типа, как-как-как, что-то, типа, прикалываемся, кулаками, типа, деремся, там, че-че-че-че-че-че-че. И в какой-то момент она не рассчитывает, и мне... Я такой... И жена такой... А я стою на нее смотрю, и я узнаю этот взгляд. Это восторг! Я видел этот взгляд в тот день, когда делал тебе предложение, блядь! Я вот так стоял на одном колене, а ты такой... Теперь я смогу его пиздить! Народ, спасибо огромное! Спасибо большое! На этом все! Рад, что ты досмотрел до конца. Если это видео тебя улыбнуло, подпишись на канал. Также можно отблагодарить меня на Boosty, ссылка в описании. Надеюсь, до встречи с каждым из вас. Спасибо!